Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днём Защитника Отечества! Ура! 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 На Чкаловской военный парад это особый праздник. С давних времён он проводится здесь всегда. Первое слово на митинге предоставляется командиру 8-й авиационной дивизии особого назначения начальнику Щёлковского гарнизона генерал-майору Сергею Мовчану. Разрешите от себя лично, от управления 8-й авиационной дивизии особого назначения поздравить вас с праздником 23 февраля. Знаменатый праздник в жизни каждого военнослужащего, каждого мужчины. Этот праздник сформировался и вырос из традиций, из побед. Жители очень любят этот праздник. Они собрались у мемориала воинской славы. Здесь и ветераны, и представители руководства Щёлковского городского округа. Для каждого россиянина во все времена самое главное в жизни – священный долг. Долг перед Родиной. И сегодня мы чествуем настоящих мужчин, сильных духом, крепких верой, самоотверженно отстаивающих интересы и независимость Отечества. Те, кто стоит сегодня в строю, хотел бы пожелать, чтобы ваше боевое мастерство было на высоком уровне, гарантирующем безопасность нашей страны. Выступавшие на митинге говорили слова благодарности в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, которые в этот день, несмотря на возраст, пришли на главный воинский праздник. От них, прошедших через самую страшную войну, исходит великая сила и энергия. Очень счастливы, что сегодня отмечаем здесь у нашего Вечного огня, Аллеи Героев, отмечаем день Советской Красной Российской Армии. Гордились, гордимся и будем гордиться, потому что у нашей армии славные, героические, боевые, трудовые традиции. И вот главные минуты праздника. Под знамя сам парад. Служба в армии – это, безусловно, священная обязанность для мужчины. Об этом в первую очередь говорят нашим мальчишкам, те, кто с ними занимаются этим самым мужским воспитанием. Они одним емким словом именуют свои чувства в этот день. «Раненько, ну, гордость. Торжественник служил. Желаю, чтобы все наши ребята, которые и нами, тоже отслужили в армии, не боялись этого». «Это всегда очень волнующий, торжественный момент, потому что для каждого из нас это очень важный день. Просто потому, что есть родственники военные, если хотел, в будущем сам стал военным». Участники торжественного мероприятия возложили цветы к мемориалу воинской славы, отдавшим жизнь за нашу советскую родину. Во Дворце культуры имени Чкалова отличившихся военнослужащих наградили грамотами и благодарственными письмами. И здесь, на концерте с участием вокально-инструментальных и танцевальных творческих коллективов, для всех звучала песня, как лейтмотив праздника. «Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России». Андрей Цеханович, Александр Роджевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова